Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вадьба. На нашей Тель-Авивской студии, увы, виртуально находятся замечательные гости, писатель, публицист Давид Шехтер и выдающийся израильский журналист Лев Авенайс. Лев, добрый день, Давид, добрый день. Тема очень приятная для обсуждения. Президент Байден приступил к исполнению своих президентских обязанностей, но в Израиле затаили дыхание по этому поводу. У меня первый вопрос с места в карьер, наверное. Давид, начну с тебя сегодня. Скажи, пожалуйста, готовится ли уже посольство Соединенных Штатов из Иерусалима вернуться обратно в Тель-Авив или все обойдется? Ничего оно не готовится. Уже было заявление нового госсегретаря на слушаниях в Сенате о том, что посольство остается в Иерусалиме. Он вообще сделал несколько заявлений по поводу ближневосточной политики. И он сказал, что мы за то, чтобы Иран не имел атомной бомбы, мы за то, чтобы посольство осталось в Иерусалиме, мы за то, чтобы распространить договор Авраама на другие арабские страны. Мы против БДС, то есть мы против движений, которые потенцируют право Израиля на существование. То есть есть такая вот преемственность в американской политике. Но самое главное, я хочу сказать, что, господа, у Израиля есть свои интересы. И он эти интересы отстаивает вот уже 73 года, 72 года, и отстаивает достаточно удачно, если судить по результатам. И он отстаивал эти интересы, и когда были отношения с Америкой не очень хорошие, и тогда, когда они были очень хорошие, как, например, с президентом Трампом. Но с Биттенхауэром они были не очень хорошие, с Канаде они были тоже не очень хорошие, и с Обамой они были так себе. Мы все помним прощальный подарок, который нам поднес Обама. И тем не менее, Израиля есть свои интересы отстаивал и будет отстаивать. Поэтому, господа, давайте не будем, так сказать, очень быть пессимистичными. Что касается отношения нового президента, какой будет курс, то я хочу, на мой взгляд, очень важна была его речь. Интернационная, которую он вчера произнес на ступенях Капитолия, она на 98% была посвящена внутренним вопросам, в первую очередь, короне, экономике, единству американскому. И, кстати, была прекрасная в этой части его речь, я думаю, что если бы наши политики, израильские, тоже говорили бы, вот те слова, которые говорил Байден, они науськивали одну часть населения на другую, нам всем было бы намного жить в этой стране легче. Так вот, речь Байдена говорит о том, что до иностранных дел у него руки не скоро доберутся, а если и доберутся, то это будет, скорее всего, Китай, может быть, Россия, но уж никак не Ближний Восток, это не первостепенная его забота. И, кстати говоря, мы видим, что у всех американских последних президентов внимание к Ближневосточному региону, она становится все меньше и меньше, хотя бы потому, что, в общем-то, вот эти вот энергоносители, они сейчас стали более разными, есть другие, есть ланцевая нефть в самой Америке, то есть того, что было раньше, то есть в зависимости от арабской нефти, которая была в 80-е годы, в 80-е годы, ее уже нет, поэтому и значение региона не такое большое, как это было, как это было раньше. И поэтому я не думаю, что будут большие изменения, тем более, что Байден, ведь он не первый год в политике, это не Обама, который, когда пришел в класс, никто толком не знал, что этот человек думает. Байден уже 40 лет в Сенате, он десятки раз голосовал за Израиль, он себя показал, как старый друг Израиля, более того, он, будучи вице-президентом Соединенных Штатов, произнес фразу совершенно потрясающую, на мой взгляд, он сказал, «Я американский сианист, не еврей, далеко не каждый американский политик». И еврей даже, когда такие вещи мог бы сказать, а он это сказал. Так что небеса на Израиль не упадут, с детского поворота я не жду, хотя, конечно же, будут изменения. Он назначил в свой кабинет очень много евреев, беспрецедентное количество евреев, в том числе вот этого госсекретаря нового, но все это евреи либеральные. Вот той ситуацией, которая была при Трампе, когда на переговорах по поводу сделки века из шести человек с двух сторон, пять были выпускниками Ешив, которые находятся в Евдеи из Амрии из-за зеленой чертой, этой ситуации, конечно же, уже не будет, она уже не вернется. И, кроме того, есть очень значительное усиление в демократической партии радикального крыла всех этих троцкистов, а нарктистов такое усиление, что даже Хайм Сабан, который один из главных спонсоров демократической партии, вчера во всеуслышание заявил, что он очень встревожен, ему очень не нравится такое усиление. Байден, он живет не в вакууме, он живет в демократической партии, он должен об ней заботиться, он должен об ней думать. Понятно, что влияние на его политику, вот это вот крайнее левое крыло Ампуна будет показывать. Какое, мы еще не знаем. И поэтому первым, как бы таким вот, первой лакмасовой бумажкой будет его подношение к Ирану, к возвращению к тюранской сделке, к атомной сделке. Сказал, правда, уже гостики, что мы не допустим атомной бомбы, но как они себе будут ввести новую администрацию, мы не знаем. Мы это увидим. Но я слушал вчера выступление об одном из очень больших специалистов по Америке, бывшего начальника разведки военной Боман. Он сказал так, что если у президента Байдена в месяц будет три часа заниматься ближневосточными делами, это будет очень хорошо. То есть ему, во всяком случае, в ближайшие месяцы будет совершенно не до нас. И поэтому ожидать каких-то изменений крутых, тем более такого крутого изменения, как перенос посольства назад в Тель-Авиве, я думаю, что ожидать не следует. Теперь у меня вопрос к Альвавию Найсу. Лев, скажи, пожалуйста, вот Давид нам обрисовал достаточно такую радужную, я бы сказал, оптимистичную картину. А стоит ли верить такого рода описанию при условии, что вскользь Давид об этом сказал, в администрации нового президента Соединенных Штатов подавляющее большинство людей, которые будут заниматься внешней политикой, это люди из кабинета президента Обамы, с которым у нас были, мягко говоря, очень сложные отношения. Так может быть, все-таки не все так хорошо. И будет ли дополнение вопрос, будет ли, каковы, вернее, надежды на то, что Байден будет более жестко себя вести по отношению к Ирану, чем тот же Обама? Ну, во-первых, я с удовольствием констатирую, что действительно глубокий и совпадающий со мной анализ позиции, ситуации в Америке сделал Давид. Действительно, все эти истерики бесконечные по поводу, все, мир рухнет, Трамп, великий Трамп ушел, наш лучший друг, и теперь нас вообще ждут какие-то кошмары, нам будут выкручивать руки, все это, конечно, смешно и нелепо. И вообще, чем меньше о нас вспоминают в Вашингтоне где-нибудь, тем лучше. Не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Все вот эти резкие движения, все эти новые карты, которые открывал Трамп, правильно сказал, при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к Либерману, Либерман правильно сказал, я пережил 11 планов урегулирования израильско-палестинской проблемы и всяких карт и планов, переживем и 12-е. Точно так же вот это 12-е ушло, кануло в лету. И я уверен, что, конечно, никаких резких движений не будет. И действительно, ну есть чем занять. Я понимаю американцев, то есть я их не понимаю, потому что я ни в Америке не живу, но я понимаю их волнение в отношении всяких налогов, других мероприятий, которые предполагает предпринять Байден в отличие от того, что делал Трамп. Но думаю, что Израилю бояться нечего ни сотрудников Байдена, потому что им тоже есть чем заняться. Надо бы, наконец, Америке налаживать отношения с Европой. А что касается якобы плохих отношений Обамы с Израилем, так не с Израилем у Обамы были плохие отношения. У него были не сложились отношения с Натаниягу. Ну, это в силу личных причин, может быть, и характера Натаниягу, и характера Обамы. А по отношению к Израилю никаких таких радикальных, каких-то трагических шагов Обама никаких не предпринимал. Он пытался примирить нас, посадить нас за стол переговоров с палестинцами. У него это не получилось. Я не думаю, что это очень получится и у нынешнего руководства. И не думаю, что оно будет нас очень тащить за уши к этому столу. Поэтому я думаю, что сохранится статус-кво. И вообще, тема израильско-палестинских урегулирований, она, так сказать, долгая-долгая, вялая текущая. Она пережила, наверное, добрых 6-7 президентов. Переживет и этого президента. И будет дальше продолжаться на том же уровне, пока не придет какой-нибудь действительно такой радикальный человек, как Трамп, который пытался вдруг, так сказать, сразу все переломать. Или Обама, который тоже поначалу пытался что-то резко переломать. Все должно идти медленно, тихо и спокойно. Я думаю, так оно идти и будет. Давид, вот сегодня такой у меня удачный день. Все оптимисты, все видят картину где-то в розовых тонах, я бы сказал. Но, тем не менее, я хочу напомнить. Камала Харрис, вице-президент, до выборов неоднократно заявляла о том, что одна из первых международных проблем, которой она займется, это именно израильско-палестинское урегулирование. Она это говорила для красного словца, для своих избирателей определенного толка. Или же это действительно не просто протокол о намерениях? Ну, внешней политикой занимается, в общем-то, президент и госсекретарь. Вице-президент не занимается внешней политикой. Но у Камалы как раз очень большая сила в этой нынешней администрации. Ну, во-первых, потому что, как я понимаю, мы вчера присутствовали на инаугурации не одного, а двух президентов. Потому что Байден, я видел отчеты о его болезнях, там чего только нет, начиная с смыслательной аритмии. То есть там такой букет болезней, что я не знаю, сколько времени он притянет на этом посту. И будет ли он сильно, сможет ли он свои обязанности. Испания желает ему, конечно, чтобы все было хорошо, но он очень больной человек. Поэтому у Камилы Хукар вполне возможно, достаточно скоро она начнет исполнять обязанности, де-факто, главы администрации. Но еще очень важный момент. Дело в том, что Сенат, так получилось, там 50-50, там 50 на 50, и решающий голос у вице-президента. То есть от нее будет зависеть очень много, ее голос будет практически чешать. Поэтому значение Камалы Хукарриса намного больше, чем значение обычного вице-президента. Но это из-за такой ситуации и в Сенате, и в администрации. Поэтому стоит прислушиваться к тому, что она сказала. Но вместе с тем, опять же, пока еще очень рано судить. И вполне возможно, что вот эти вицеи, публичные такие заявления, были сделаны на публику. И они, собственно, принесли свои плоды, поскольку впервые на этих выборах очень многие арабские жители Соединенных Штатов, очень многие мусульмане пошли голосовать и проголосовали за демократов. То есть вполне возможно, что именно вот эти вот слова ее привели к тем результатам, которых она хотела. А будет ли это сделано в реальности? Ну что же, давайте посмотрим. Нам на самом деле осталось ждать не так уже и долго. А можно мне вставить? Да, конечно, Лев. Я только дополню, извини, вопрос. Вопросы ты ответишь, может быть, сразу на оба. Администрация Байдена, конкретно, можно сказать, госсекретарь Блинкен, заявил, что переговоры с Ираном будут в любом случае согласовываться американцами с израильтянами. Любые действия они будут согласовывать. Можно ли ему доверять, опять же, пометуя о том, что господин Блинкен был в администрации Обамы, и тогда Обама, по большому счету, все-таки обманул нас с иранским соглашением? Смотри, во-первых, сначала, значит, про Камалу. Ну, замечательно сказал кто-то в свое время, когда очень болел президент Ельцин, он сказал, он еще простудится на ваших похоронах. Так что будет жить долго. Я верю в то, что современная медицина позволит президенту Байдену отработать полный срок. Что касается вот того вопроса насчет иранской событий, иранского договора, я думаю, что в первую очередь американцы будут советоваться с европейцами. Они должны наладить отношения с европейцами вот в этом направлении. Опять же, Израиль занял тогда крайне непримиримую позицию по отношению к иранскому соглашению. Вместо того, чтобы найти какой-то компромисс, Израиль просто сказал никаких соглашений, ничего, никаких соглашений с Ираном. И в результате Обама принял решение все-таки заключить эту сделку. Я думаю, что Израиль должен думать о том, чтобы сделка была заключена на максимально выгодных для Израиля условиях, а не на вечном отрицании с нашей стороны. Спасибо. Спасибо, Лев. Спасибо, Давид. Как всегда, было очень информативно и интересно. Спасибо. Всего самого доброго. А главное, будьте нам здоровы. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.